Здравствуйте! Меня зовут Виктория Галёва и вы смотрите информационный выпуск Татарского района «День за днём». Всё, чем запомнилась уходящая неделя, сегодня в нашей программе. Снова в школу. Формат обучения не для всех учеников остался прежним после каникул. В настоящее время мы закупили через электронный аукцион 11 квартир, сегодня сдаётся 11-е. Новые квартиры. В Татарском районе продолжается вручение ключей от собственного жилья. При поддержке фонда президентских грантов некоммерческие организации встретились в ресурсном центре. Здесь ещё будут буриться дополнительно 4 скважины. Так что город скоро будет обеспечен чистой питьевой водой. Воды станет больше. На улице Зелёной появилась новая скважина. Это и многое другое далее в нашей программе. В образовательных учреждениях продолжается установка пластиковых окон. В нашем районе ещё остались детские сады, где замена старых конструкций не произведена. Эти работы будут проводиться в течение ноября и декабря. По решению главы Татарского района Юрия Маркленовича Вязова, в ноябре текущего года выделены денежные средства в размере 2 миллионов рублей на установку 55 пластиковых окон в семи образовательных организациях. В некоторых учреждениях работы уже завершены. Так, в детском саду «Берёзка» села Новомихайловка установлено 6 пластиковых окон, а в восьмом садике 7. Также стоит отметить, что в детских садах пополняется и материально-техническая база. Современное дошкольное образование требует от педагогов внесения инноваций. Для того, чтобы произвести инновационные технологии в процесс обучения детей дошкольного возраста, необходимо новое современное развивающее оборудование. При поддержке главы Татарского района Юрия Маркленовича нам выделено дополнительное финансирование для приобретения как развивающего оборудования, так и для общего пользования оборудования. Сейчас приобретаются мебель, кровати, развивающие зоны и также интерактивное оборудование на сумму 200 тысяч. С 16 ноября обучающиеся общеобразовательных организаций города и района приступили к занятиям после затяжных каникул. Однако формат обучения не для всех школьников остался прежним. О том, как будет проходить образовательный процесс во второй четверти учебного года, в нашей съемочной группе рассказала начальник управления образования администрации Татарского района Ирина Кузнецова. В настоящее время все классы школ и сельских поселений района вышли в вочный режим обучения с соблюдением действующих санитарных норм и правил. Ну а в городе ситуация складывается иначе. В школах учащиеся с 1 по 5 классы и 11 классники посещают учебные заведения в обычном режиме. Для 6-10 классов предусмотрено дистанционное обучение. На сегодняшний день 1352 ребенка приступили к занятиям в данном формате. В основном имеют большинство из них техническую возможность для того, чтобы просматривать онлайн уроки, для того, чтобы получать задания. Но есть дети, которые не имеют на сегодня технической возможности. Для них предусмотрены индивидуальные задания и индивидуальные консультации. Все школы составили расписание, которое выставлено на сайты образовательных организаций. Также там размещены памятки для родителей. Проведение онлайн занятий организовано с помощью интернет-платформ. Для учащихся 9 классов, которым предстоит сдать основной государственный экзамен, предусмотрены индивидуальные консультации с учителями. В целях недопущения распространения новой инфекции за каждым классом закреплен определенный кабинет. Ежедневно у школьников измеряют температуру тела, осуществляют обработку рук антисептиками. Во всех образовательных учреждениях имеются бактерицидные рециркуляторы воздуха. Несмотря на такие изменения в учебном процессе, от проведения предметных олимпиад отказываться не стали. В этом году есть отличие от проведения муниципального этапа олимпиады от предыдущих лет. Если в предыдущие годы мы определяли базовые школы, на которых проводили олимпиады по предметам в определенные также дни, в этом году утвержденный график мы получили, олимпиады проводим на базе всех школ, где есть дети, участвующие в муниципальном этапе. Для 9 декабря у нас будут проходить олимпиады по предметам. И определены общественные наблюдатели для такой прозрачности проведения всех этих олимпиадных мероприятий. Плюс у нас выезжают специалисты в отдельные образовательные организации, где-то методическую помощь оказать при проведении. Олимпиада пройдет по 23 общеобразовательным предметам. По всем вопросам, связанным с организацией образовательного процесса в период дистанционного обучения, родители и законные представители могут обратиться непосредственно в организации, где обучается их ребенок, или в управление образованием администрации Татарского района. При поддержке фонда президентских грантов на базе ресурсного центра прошло мероприятие Школы социального проектирования. На встречу были приглашены некоммерческие организации. Реализацию таких проектов Общественная палата региона проводит во всех районах области. Участниками встречи стали руководители ТОСов Татарского района, которые получили знания о способах привлечения средств для некоммерческой деятельности. Гостью мероприятия стал член Общественной палаты Новосибирской области Олег Пучков, который вручил сертификаты участникам за прошедший курс обучения. Олег Эрнстович отметил, что Татарский район входит в число самых успешных, где идет активная реализация различных проектов и грантов. Надо сказать, что каждый год правительство Новосибирской области выделяет более 20 миллионов рублей на финансирование проектов, связанных с инициативами граждан, участвующих в территориальном общественном самоправлении в деятельности ТОС. И в Татарском районе ежегодно выделяется более полмиллиона рублей на такие инициативы, когда граждане оперативно, быстро, со своей инициативой могут сделать какие-то хорошие добрые дела для того, чтобы качество жизни на территории Татарского района улучшилось. Областные онлайн соревнования набирают обороты. Шахматисты Татарского района наградили в зале администрации и поздравили с очередными победами. Спортсмены отличились сразу в двух региональных чемпионатах. В соревнованиях по быстрым шахматам сборная Татарского района заняла третье место, а в Блиц-чемпионате уверенно завоевала золото. Награды получали несколько поколений шахматистов. Это очень большое событие. Это говорит о потенциале, скажем, не только в игре в шахматы, но и каждый из вас, кто-то учится, кто-то уже работает, да, говорит о высоком потенциале дальнейшего развития. В торжественной обстановке Юрий Вязов и Вадим Носков поздравили шахматистов с успехами в выбранном ими виде спорта и вручили благодарности, грамоты и ценные подарки. Новые квартиры уже ждут своих обладателей. В Татарском районе продолжается вручение ключей от собственного жилья молодым татарчанам из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее крышей над головой уже были обеспечены семь человек, а в настоящее время идет приемка очередных квартир. Комиссия регулярно выезжает на осмотр очередных квартир. Помещение должно соответствовать всем требованиям, касающихся ремонтных и других работ. Поэтому каждая квартира полностью готова для того, чтобы там можно было начать новую жизнь. Проходит электронный аукцион, и на основании этих требований продавец предлагает нам жилье. Мы его заключаем контракт и принимаем квартиру, чтобы она соответствовала всем требованиям, чтобы ребенок зашел и сразу как бы жил без всяких там ремонтов или каких-либо действий. Квартиры бывают разные, зависим, но в основном однокомнатные квартиры 30 и более квадратных метров. В очередной квартире был сделан капитальный ремонт. Новые потолки, окна, двери, сантехника и косметические работы. По состоянию на середину ноября на учете в районной администрации находятся 202 человека из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идет о тех, кому уже исполнилось 18 лет. А если включить в этот список детей, которые еще ждут своего совершеннолетия, то таких людей получится 297. На данные цели выделяется финансирование Министерством труда и социального развития Новосибирской области. В бюджет нам заложено ассигнование 22 миллиона 640 тысяч 200 рублей. Это достаточно на приобретение 19 квартир. В настоящее время мы закупили через электронный аукцион 11 квартир. Сегодня сдается 11-е. И еще 8 квартир находятся на аукционе. К конкурентным способам закупки осуществляется покупка. Примерно ориентировочно до конца ноября, начало декабря, еще 8 детей получат свои жилые помещения. На вторичном рынке ситуация с квартирами сейчас непростая. Подходящего жилья не так много, но рынок постоянно обновляется. И в порядке очереди каждый получит полагающуюся ему квартиру. Очередь не убывает, а возрастает. Возрастные рамки детей-сирот, соответственно, подходят к законным по предоставлению жилья. Вот если буквально недели 2-3 назад у нас было 198, сегодня уже 202 ребенка. Такая ситуация. В конференц-зале администрации Куйбышевского района состоялось торжественное открытие 8-х Каинских рождественских образовательных чтений. Делегация Татарского района также приняла участие в онлайн-конференции. Рождественские чтения – это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Тема форума в этом году – Александр Невский, Запад и Восток, историческая память народа. Несмотря на сложный эпидемический период, который совпал со сроками проведения форума, в нем приняли заочно участие более 40 педагогов. Епископ Каинский и Барабинский Феодосий торжественно открыл конференцию, обратившись с приветственным словом к ее участникам. В такое непростое время, во время междуусобниц князей, этих нападений, князю Александру пришлось нести свой крест в служение. И действительно он показал себя великим воином, талантливым полководцем и опытным дипломатом. В Татарске появилась новая скважина. В рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Экология», были выделены денежные средства на строительство дополнительной водозаборной скважины по улице Зеленой. Появление нового объекта предотвратит перебой с водоснабжением и повысит качество питьевой воды. На строительство скважины выделили более 28 миллионов рублей. 17 июня было подано извещение о начале возведения комплекса сооружений водоснабжения. А 9 ноября завершили все строительные работы. Последние пробы со скважины показали хорошие результаты. Ведь не секрет, что качество воды в нашем городе оставляет желать лучшего. Мощность скважины 40 метров кубических в час – это дополнительный объем воды в город. Она также входит у нас в программу комплексного водоснабжения города Затарска. Это водоподготовки. Здесь еще будут буриться дополнительно 4 скважины. Так что город скоро будет обеспечен чистой питьевой водой. В планах возвести на улице Зеленый еще одну скважину и три на улице Чапаева. Также будет две станции водоподготовки по очистке воды. Новая скважина работает в автономном режиме. Но есть люди, которые следят за состоянием объекта и производят техническое обслуживание. Водозаборная скважина будет введена в эксплуатацию со следующей недели. Приедет нам из государственного строительного надзора. Документы уже подготовлены. Составят акт и будем вводить ее в действие. Тест старая скважина у нас в работе. Это дополнительно еще одна. Сибирская околица отмечает уже второй юбилей в этом году. Летом в свет вышел тысячный номер газеты, а 16 ноября изданию исполнилось 20 лет. На протяжении всего этого времени околица остается любимой в татарской газете для семейного чтения. В связи с юбилеем на обложке очередного номера можно увидеть Галину Кравль, фото которой украсила заглавную страницу первого выпуска околицы в 2000 году. В самом номере, который уже есть в электронном формате на сайте газеты, можно найти интервью с Галиной и много материала, связанного с историей издания. За 20 лет изменилось качество печати, количество полос и тираж. Многие рубрики остаются неизменными, появляются новые. И сибирская околица по-прежнему интересна и любима читателями. Студия день за днем поздравляет своих коллег и желает больших тиражей и интересных материалов. 15 октября в спортивно-оздоровительном комплексе «Космос» состоялся турнир по баскетболу среди мужских команд. Соревнования были посвящены памяти тренера детской и юношеской спортивной школы Владимира Иванова. Такое мероприятие стало уже традиционным для спортсменов татарского района и других близлежащих населенных пунктов. Человек, который внес неоценимый вклад на развитие подрастающего поколения, через его кружки прошли сотни ребятишек и тяжелые, непростые. Лично для меня, когда в 90-е годы, ребятишки не болтались где-то на улице, обижали к этому человеку, тянулись к этому человеку, потому что было с ним интересно. С ним было познавательно и с этим человеком действительно задержала какая-то всегда такая положительная энергетика. Разрешите вас поздравить с праздником «Космос» в баскетболу, пожелать всем хорошего настроения, замечательной игры, пусть победит сильнейший. Сразиться за титул победителя собрались пять команд. Спортсмены защищали честь города Татарска и Татарского района, а также Барабинского и Устарского районов. По итогам соревнований победу одержала команда ветерана из Татарска. Второе место присудили сборные Ново-Первомайского сельсовета громобойцы. Ну а третью ступень педестала заняли спортсмены Дюсша. Так прожил эти дни Татарский район. Все наши сюжеты и программы вы сможете найти на наших ресурсах ВКонтакте, Одноклассниках, Ютубе и Инстаграме. Подпишитесь и оставьте свои комментарии. Студия день за днем открыта для сотрудничества, поэтому вы всегда можете написать нам свои отзывы и предложения. Ну а я с вами прощаюсь. Всем хороших выходных!